Продолжение следует... Сегодня у меня в гостях визажист, официальный дистрибьютор мировых брендов Виктория Сергеева. Доброго времени суток! Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, кому, зачем и в каких случаях нужна база под макияж. Давайте сразу разберемся, праймер и база под макияж – это одно и то же или нет? Нет, это не одно и то же, потому что в качестве базы под макияж может быть обычный дневной крем, масло, сыворотка плюс крем плюс масло. Этого достаточно. То есть далеко не всегда мы используем праймер. Праймер – это уже нечто другое. Это более липкая основа, которая выступает прослойкой между нашим дневным кремом и тональной основой. То есть создаёт такой более липкий слой, который продляет нам стойкость макияжа. Своего рода такая защитная плёночка, да? Защитная плёнка, да. Всё верно. А какие они бывают? Давайте тогда об этом поговорим. Праймеры у нас бывают разные и по составу, и по цвету. Если говорить по составу, то это могут быть кремовые текстуры на водной основе, гелевые, силиконовые, которых больше всего все боятся. Также могут быть цветные. Почему? Давайте сразу на берегу разберёмся. Силиконы считаются безопасными для кожи и не вступают во взаимодействие с другими активными молекулами. Но так как они остаются на поверхности кожи, и их сложно смыть, они накапливаются, сложно смываются водой, то это приводит к появлению комедонов. И накопление слоя силиконового на коже действительно плохо влияет на нашу кожу. Но всё же большая часть учёных-специалистов не рекомендует использовать средства косметические, в составе которых присутствует силикон. И отсюда, конечно, возникает самая главная сложность, что производители научились очень тщательно прятать эти силиконы на этикетках. То есть, прочитав этикетку, мы даже не поймём, что там в состав входит. Вред силиконов – это, конечно, всё ещё не доказанный факт, скажем так. Потому что если мы проводим чистку лица, утреннюю и вечернюю, двухэтапную, хорошую, то никакого вреда у нас на коже не будет от силиконов. Всё зависит от очищения кожи. Если же мы плохо смываем декоративную косметику, то да, конечно. Но всё же я бы, конечно, рекомендовала выбирать бренды, которые не содержат талаты, парабены, тальки, силиконы. Cruelty-free значок обычно есть на таких брендах, они не тестируют косметику на животных. Конечно же, это будет более дорогостоящий продукт, так как это всё проводится в более дорогих лабораториях. Ну, и, кстати, срок годности у таких средств гораздо короче, чем у силиконосодержащих. Но это будет более безвредная косметика для нашей кожи. Но всё равно, если мы смотрим на рынок в общем, то 80% продукции – это всё силиконосодержащие продукты. Силикон, ну вот то, что вы озвучили, это относится именно только к базе или лучше тональные средства, где нет силикона? Правильно? В тональных средствах тоже присутствует, чуть меньше. Ну, может, как-то ведёт себя по-разному вот в базе и в тональной основе? Ну, просто чем хорош силикон, что он делает более однородным текстуру. То есть его сразу видно физически. Когда мы нанесли средства силиконосодержащие на кожу, то сразу у нас кожа такая бархатистая, гладкая, нет никакой липкости. Сразу создаётся такой видимый эффект. И, соответственно, у человека, который приобретает такой продукт, складывается ощущение, что продукт работает, его нужно брать. Но если плохо смывать его с кожи, то будут последствия в виде комедонов, акне. То есть это обязательно двухступенчатая очистка, правильно? Обязательно, да. Два раза мы умываемся. Да, минимум двухэтапная, да. Хорошо. С силиконами мы разобрались. Какие ещё бывают виды баз? Флюидные базы. Это самые такие лёгкие, на водной основе. И вот так как у нас бьюти-рынок очень шагнул вперёд ещё лет пять назад. О, это да. Поэтому вот эти праймеры, они уже даже с каким-то хорошим составом идут, и даже уходовые за кожей. Допустим, флюидные часто делают на родниковой воде с лёгким сиянием, да. Поэтому это не только зрительно видимый эффект, такой освежающий на лице, но ещё и увлажнение. Ну и минимальный, естественно, вред для кожи. Также у нас есть праймеры гелевые. Такие праймеры лучше всего подойдут для жирной кожи. Праймеры есть классические кремовые, ну такой базовый продукт, в принципе, который подходит всем. Праймеры также можно найти в стиках, в карандашах. И праймеры для губ, для ресниц, для век. Всё это тоже есть. Боже мой, пополнение косметическое. Сколько нам продуктов-то нужно. А в стиках они тоже жидкие? Честно, вот не встречала. Они сами жидкие по консистенции? Или они какие-то, не знаю, твёрдые? Ну вот как обычно в стиках продукция косметическая. Да, это более твёрдый продукт. И это больше как база для век, для губ. Это уже более такая тягучая формула. И они тоже хорошо растушёвываются? Пальцем. Кистью плохо. Да, потому что пальцы греют продукт, и легче его положить. А кому так и зачем вот к теме нашего выпуска всё-таки нужна база под макияж? Она нужна абсолютно всем? Либо какие-то девушки, которых мы можем называть ведьмами? Которые не красятся, и прекрасно им не нужна база. Или она нужна абсолютно всем? Нет, абсолютно всем она не нужна. Хорошо использовать базу женщинам, у кого, допустим, имеется проблема расширенных пор. Так как праймер выступит затиркой для пор, заполнит поры. И когда мы сверху положим тональное средство, то праймер защитит нас от того, что тональное средство провалится в поры. Такое часто бывает у женщин, которые страдают таким моментом. Потом, допустим, красноватый оттенок лица всегда. Особенно щёки. Такое бывает. Если мы используем оливковый праймер, то он нам полностью корректирует красноватый оттенок. Всё, эта проблема практически исчезает на весь день. Далее также могут быть и других оттенков. Корректоры фиолетовый и желтоватый, голубоватый, розоватый. Если мы говорим про голубо-синий праймер, то он нам просто освежает лицо, следы усталости убирает. То же самое можно сказать и про розоватый праймер. Про жёлтый праймер, если мы говорим, то хорошо будет убирать синяки под глазами, тёмные круги под глазами. Вот, в принципе, всё. Если мы говорим про подсвечивающий праймер, ну, вообще хорошо использовать всем его. Ну, единственное, немного. Вообще любой праймер мы наносим очень-очень тонким слоем. Это главное правило. Иначе он начнёт кататься на коже вместе с тональным кремом. Девочки, записываем. Это очень важно. Слушаем и записываем всё. Затем праймер хорош, матирующий для жирной кожи, либо комбинированный. Мы можем этот праймер наносить не на всё лицо, а только на Т-зону. Чтобы избежать излишек выделения себома в течение дня. Тоже хорошо, очень работает вот в этом случае. Если мы не имеем никаких проблем таких особых, то мы можем не использовать праймер. Это даже будет лучше. Достаточно хорошего очищения кожи и хорошего крема для лица. И тональная основа всё равно будет хорошо держаться? Да. Нет, конечно, в течение дня макияж часто кожа съедает. Вот чем ещё хороший праймер, он не даёт коже съесть. Ну да, и он не поплывёт. Но, в принципе, в течение дня мы можем всегда подправить где-то слегка макияж. Поэтому можно, в принципе, легко обойтись без праймера. Но если мы идём на какое-то мероприятие важное, или нам нужно, чтобы макияж стойкий был весь день, водоустойчивый, праймер обязательно, да. Значит, я сейчас расскажу свою историю. Возможно, вы меня сейчас поругаете, но вдруг кто-то из девушек тоже так делает. Я не очень люблю тональные средства, ну, в плане ежедневной, так скажем, носки, да. Чтобы наносить, это очень много времени, ну, и как-то я не считаю нужным мероприятие, да. Краситься люблю, а когда вот для ежедневных, в общем, ежедневно я его не использую. Так вот, и вся уходовая процедура, умывание, очищение, крем-1, сыворотка, крем вокруг глаз, то есть всё это есть. Но я очень люблю нанести праймер на всё лицо. А потом немножечко, вот если что, припудривать. Его можно носить всё-таки каждый день, вот так, если я не использую тональное средство? Да, можно. Или лучше этого не делать? Да, можно, если мы говорим как раз о праймерах с хорошим составом, которые очень хорошо освежают лицо, особенно вот мне нравятся фиолетово-голубые праймеры. Ну, вот великолепно выглядишь после такого праймера, действительно появляется сияние, свежесть. И в таком случае мы можем слегка уже доработать какие-то моменты поверх праймера, может быть, лёгким увлажняющим консилером чуть-чуть пройти этой зону, добавить немного румян, бронзера и достаточно. И отлично всё будет выглядеть, да. Ещё же можно добавить лучше всего. В любом случае нам, девочкам, всегда нравится, чем больше у нас продукта в арсенале, тем лучше. Если мы используем, допустим, увлажняющую базу, да, мы наносим её на всё лицо, а где скула, да, носик, можно с какими-нибудь микрочастичками, ну вот, которые для сияния кожи. Да, да. Они же делятся, да, есть разные. Можно же, да, комбинировать базу? Да, можно. Если нет такой базы у нас в наличии, мы можем, если, допустим, есть у нас хайлайтер жидкий, либо иллюминайзер, то мы можем добавить в свою базу капельку такого хайлайтера и уже нанести либо на всё лицо, либо в определённые зоны. Вот такой у меня возник, наверное, и думаю, что не совсем стыдный вопрос. Вот праймеры для век и лица – это одно и то же? Или нужно разное использовать самостоятельные продукты? Вообще разное, да. Так как кожа вокруг глаз у нас не такая, как на всём лице. Она у нас очень чувствительная, очень тонкая, и поэтому для глаз создан другой праймер. Он более такой тягучий, более плотный, и на кожу век мы его наносим для того, не только для того, чтобы у нас макияж не скатался, но и для того, чтобы усилить пигментированность теней, которые мы будем сверху наносить. Это действительно работает. Даже можно проэкспериментировать, нанести тени просто на кожу лица без праймера, либо на праймер. И разница колоссальная. Но опять же, возвращаясь к тому моменту, что бьюти-индустрия очень шагнула вперёд за последние годы, тени стали производить такие настолько высокопигментированные, что даже и без праймера они и прекрасно ложатся, и долго держатся, и сохраняют свой цвет, насыщенность. Ну, а вот если всё-таки вот тоже на своём личном примере моя любимая тётя, которая обожает красить глаза, она это делает всегда с молодостью, очень красиво это у неё получается. Вот она говорит, какие бы тени я себе не покупала. Ну, вот люксовые бренды, да, их огромное количество. Перепробовано было всё, все возможные палетки. И база под макияж, то есть даже бывает прям в палетке, да, специально. Одна ячеечка – это как раз вот база. Всё равно у неё скатывается. Вот, может быть, какой-то совет дадите, а я ей вот ей передам, или она послушает подкаст, и тоже запишет. Вот что делать? Бывает, что никакая база не помогает держать... На самом деле просто не смогла подобрать она нужный праймер, который подходит. Поэтому всегда лучше все продукты тестировать в магазине и не на руке, как все это любят делать, а на своём лице. Есть прекрасные базы, да, которые великолепно работают. Вот, так что такое есть. Наверное, ещё не все, да, попробовала. Хорошо, тогда, моя любимая тётя, если ты меня слышишь, пожалуйста, пробуй. Ещё вариант кремовых теней. Кремовые тени великолепно выступают в качестве базы. Можно выбрать какой-то более-менее нейтральный, неяркий, приближенный к нашему оттенку кожи, тени кремовые и использовать их. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Всё, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответа. Привет, Настя. Я хочу попробовать корейский уход, но цена на него обычно очень высокая. Скажи, можно ли найти хорошее бюджетное средство? Привет. Конечно, можно. На Востоке всегда был актуален экологичный уход. Именно поэтому азиатские производители добавляют больше натуральных и активных компонентов, например, алоэ вера или маточное молочко. Так что среди всех вариантов можно найти эффективное средство по разумной цене, которое порадует твои волосы. Обрати внимание на корейский бренд «Керасис». Среди его уходовых средств есть линейка «Херклининг» и «Скальп Клея» с высоким содержанием масла ши, ромашки, календулы и других полезных компонентов. Эффективность состава в шампуне и бальзамах «Керасис» клинически доказана институтами дерматологии Германии и США. Бренд постоянно ищет новые натуральные ингредиенты, чтобы повышать качество продукции. «Керасис» – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, «Керасис» эффективно восстанавливает поврежденные и ослабленные волосы, возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами «Керасис». Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Давайте еще пополним немножечко свой словарный запас с бьюти-словечками, и вы нам как раз тут поможете. Что же такое иллюминайзер и аджастер? Может быть, есть еще какие-то слова, которые подойдут в нашу тему, о которых мы не знаем, но с удовольствием будем знать просто после прослушивания. Иллюминайзер – это тот же самый хайлайтер. Ну вот просто раньше считалось, что есть большая разница между хайлайтером и иллюминайзером. Хайлайтер у нас с более крупным помолом сияющих частичек. Иллюминайзер максимально мелкий, то есть это то, что можно нанести на все лицо под тональную основу, и чтобы это было такое сияние изнутри. Легкое, красивое, очень люксовое, дорогое. Но сейчас хайлайтеры стали делать такого мелкого помола, что, в принципе, это понятие сравнялось. Иллюминайзер и хайлайтер. Можно сказать, это одно и то же. А иллюминайзер твердый или жидкий по консистенции? И жидкий, и твердый так же, как иллюминайзер, да. Но раньше всегда было принято, что иллюминайзер – это все-таки жидкая основа, которую мы наносим под тональную основу. Просто хайлайтер все выучили, даже мужчины знают, что их девушкам нужно дарить, и что это такое, куда он наносится. А вот с иллюминайзером были вопросы. Да, ну хайлайтеры сейчас стали делать великолепные, очень мелкие и жидкие, и сухие. То есть там даже не видно никаких мелких и крупных частичек. Вот просто как очень хорошая сияющая пудра. И, кстати, насчет хайлайтера и иллюминайзера сразу скажу, что главное не переборщить, когда вы наносите на свою кожу, особенно если это минеральная косметика, потому что уже... Его же всегда мало. Ну так кажется, когда наносим, да. Да. Но в течение уже часа мы можем увидеть на своей коже очень активный такой блеск, даже жирный блеск. Ненужный. Ненужный абсолютно, особенно если мы говорим про минеральную косметику. Минералы очень хорошо греются на нашей коже, и они начинают через 20-30 минут уже раскрывать свое более активное сияние. Поэтому с минеральной косметикой вообще поаккуратнее в этом плане. Наносим чуть-чуть, все равно продукт нагреется на коже, и он даст более активное сияние. А аджастер? Аджастер вообще классная штучка. Это такие маленькие тюбики с очень концентрированным пигментом. Опять же, вернемся, мы говорили про праймеры цветные. Оливковый, розовый, голубой, серый. Вот к аджастерам еще можно отнести темно-коричневый. Допустим, у вас тональный крем один есть, вы им пользуетесь, вам нравится, подходит. Но вот наступило лето, вы немножко подзагорели, вы всегда можете взять аджастер и прям микро-капельку добавить в свой тональный крем, либо на палитру, и вы уже получаете более такой загарный оттенок, вам подходящий. А он тоже, да, жидкий? Или он тоже бывает рассыпчатый? Он жидкий. Ага, он жидкий. Да, но тут нужно всегда помнить, что у нас текстура в итоге поменяется. То есть нужно из расчета так наносить, добавлять одну каплю, допустим, на 10 капель. То есть одну каплю аджастера на 10 капель крема. Да, чтобы у нас практически не изменилась текстура тонального крема, то вот в такой пропорции. Если нас это сильно не волнует, то можно разбавлять побольше. Ещё аджастер хороший, точнее, нужный очень, белый. У нас очень много девочек славянской внешности с белой кожей, и у них всегда проблема подобрать себе тональный крем в магазине, потому что он либо уходит в розовый оттенок, либо в слишком бежевый, слишком жёлтый. Вот они не могут подобрать нужный оттенок для себя. Он всегда как-то не так проявляется по сравнению с кожей шеи. И вот аджастер белый великолепно решает эту проблему. Буквально капелька белого аджастера в любой светлый тональный крем максимально нейтрализует нам все розово-бежевые оттенки в тональном креме, и мы можем спокойно носить его. Да, прекрасно. Мы сейчас только с вами говорили уже о консилере. Вот какой подойдёт для воспалений? Ну, когда они бывают, да, у всех. Просыпаемся и с утра видим, что что-то нежелательное выступило на коже. Вот какой подойдёт для коррекции воспалений? А какой под глаза? Это разная история? Или тоже можно в зиме достатке закрашивать одним? Да, это разная история. Для воспалений, опять же, нам подойдёт корректор оливкового цвета. Вот мы можем его... Такие корректоры тоже есть, консилеры. Мы можем нанести его на воспалительный участок, немножко подождать, чтобы он подсох, этот слой. Оливковый цвет хорошо нейтрализует красный. И после этого мы уже можем сверху нанести обычный консилер, наш привычный. Либо консилер повышенной плотности, в нём очень мало будет увлажняющих средств в этом консилере, и больше пигментом. Такие консилеры ещё называют кавер-крем. Вот таким консилером... Ну, тоже модная совечка. Да, таким консилером можно перекрыть даже татуировку. И это будет такая водоустойчивая текстура, которая держится сутки. Кожа её не съедает. Вот таким консилером можно перекрыть, даже не используя оливковый консилер. Мы можем смело сразу наносить на воспалительные участки и перекрывать. Также хорошо такой консилер работает с расширенными порами. И, допустим, мы таким консилером можем отдельно проработать крылья носа, либо полностью нос, либо полностью Т-зону. Если мы говорим про консилеры под глазки, то тут лучше использовать максимально лёгкие, жиденькие такие консилеры, может быть, даже с элементами сияния, подсвечивания. Ну, такие лёгкие текстуры под глазки лучше, потому что под глазами у нас кожа очень тоненькая. Ну, ещё и плюс морщинки, да, которые куда скатываются, тоже как раз это будет во избежание вот этих... Да, чтобы не пересушивать. Да, всё верно. Да. Кожа у нас имеет свойство, даже из всей декоративной косметики, которую мы наносим, она сразу забирает всё увлажнение, которое содержится в декоративной косметике. И в сухом остатке у нас остаётся только пигмент на коже. Поэтому если кожа наша недостаточно напитана, а она у нас у всех недостаточно напитана, как бы мы её ни питали, всё равно вот такой результат, что она забирает в себя все увлажняющие вещества из декоративной косметики остаётся только пигмент. Интересно. Нужно запомнить прям, если честно, прям открытие, потому что сколько вот в моём арсенале есть. Сейчас просто вы пока говорили, я так вспоминала консистенцию своих корректоров и думаю, так, что-то видно у меня очень они такие забивают, забивают, видно. Ну, под глазки лучше лёгкие текстуры использовать. Если прям у нас какие-то активные синяки под глазами, активные тёмные круги, ну, конечно, тут уже мы сами для себя делаем выбор. Либо мы берём что-то более плотное под глазки, но при этом это будет продукт, который будет видно на коже. Либо мы не заморачиваемся над этими тёмными кругами и оставляем всё более натуральным, используя какой-то лёгкий консилер. Тут уже каждый выбирает сам. А как не переборщить с тоном и консилером? И что делать, если вот уже накосячили? Если мы переборщили с румянами, с бронзером, такое часто бывает, излишки можно собрать тональным кремом. Нам нужно взять кисть, немножко её промочить тональным кремом, ну, так, чтобы не было активного слоя на кисти, чтобы это очень лёгкий-лёгкий слой. И тональным кремом подсобрать, прям на румян нанести и на бронзер, либо на корректор, если подскульно мы переборщили. Великолепно всё исправит. Если мы переборщили с тональным кремом, большой, толстый слой нанесли. Или плохая растушёвка тоже, что бывает. Ванная и свет не всегда хороший, ну, в плане того, что он искажает, да, естественное освещение. И вот потом выходишь на улицу, думаешь, не растушевал. Смешал, но не растушевал. Да, мы можем взять спонж, намочить его водой активно, хорошо отжать, и этим спонжем подсобрать тональный крем. Очень хорошо спонж с моченной водой собирает излишки тонального крема. Также мы можем взять салфеткой, промокнуть, потому что текстуры тонального крема бывают разные. Бывает такой крем-пудра, то есть он быстро схватывается на коже, его, конечно, максимум можно вот влажным спонжем подсобрать. Если это флюидный какой-то крем, лёгкий-лёгкий, то всегда можно обойтись даже просто обычной салфеткой, пропитать его в салфетку излишки, и тоже будет достаточно действенным. Если мы говорим про помаду, которую мы нанесли, вышли за края, криво-косо, а помада яркая, то здесь мы берём кисть плоскую и консилер. Маленькую, да, наверное? Да, и этим консилером мы прям собираем эту ненужную линию. Такой всегда действенный лайфхак. Запоминаем, девочки. И вот хотелось последний уже задать вопрос нашей сегодняшней беседы. Давайте поговорим чуть подробнее о макияже глаз. Как же к вечеру не превратиться в панду? Для того, чтобы не превратиться, скажем так, в панду к вечеру, конечно, нужно соблюдать правильно поэтапность нанесения макияжа. Обязательно использовать праймер, о которых мы поговорили. Обязательно использовать пудру транспарантную. Это такая прозрачная пудра, которая не имеет цвета. Она, ее никак не видно на лице, но она полностью абсорбирует все излишки себума на коже. Стойкость макияжа наша сохраняется тогда, когда излишек себума нет. Также использовать нужно влагостойкие туши. То есть это не такие туши, которые водоустойчивые, а есть влагостойкие. Вот сейчас стали такие выпускать. Формула у туши такая, что когда мы ее смываем, она у нас с ресничек снимается прям такими ленточками, как чулочками с каждой ресницы. Но при этом в течение дня у нас эта тушь не осыпается, она не оставляет никаких отпечатков, даже если вы будете плакать либо там активно смеяться. И еще, чтобы не превратиться в панду к вечеру, кремовые тени тоже нам в этом помогают. То есть мы их нанесли раз с утра, и все. И они держатся до конца вечера. Это более стойкий вариант, нежели мы используем сухие. Потому что сухой продукт у нас быстренько подпитывается в кожу в течение дня. И получается такой более грязный эффект уже под вечер. Еще есть вариант фиксаторы для макияжа. Такие продают у нас во многих брендах сейчас. мы просто распыляем фиксатор на уже готовый сделанный макияж, и все. Создается такой более липкий слой. Все слои тонального крема, пудры, румян, они как бы женятся между собой. И живут дружно. Да, и действительно фиксатор для макияжа усиливает стойкость. И он помогает, да? Действительно работает. Да. Я бы не сказала, что это такой прикол маркетологов. Это действительно работает. Его лучше использовать, когда мы делаем, допустим, какой-то вечерний, свадебный макияж, чтобы долго и сохранил свой привлекательный вид. Правильно? На каждый день не пойдет эта история. Ну, лишняя. Или нет? Ну, если нам нужно, чтобы у нас какой-то активный макияж сохранился с утра до вечера, то использовать. Если это у нас макияж глаз, допустим, мы ограничиваемся просто тушью для ресниц, ну, тогда нет, нет смысла. Прекрасно. Я думаю, что у нас получилась потрясающая беседа, очень интересная. Узнали много нового. Спасибо вам, Виктория. Спасибо большое. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин